Такие работы жители поселка Борки запомнят надолго. Хозяин дома 108, Владислав, рыл ров под фундамент, и его лопата натолкнулась на очень необычный предмет. Как ему показалось, это был просто кирпич. Но стоило Владиславу выкопать его и взять в руки, как он понял, что это за предмет. Это был боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. За моей спиной находится дом, который стоит, наверное, лишь благодаря чуду. Ведь еще совсем недавно он мог быть стерт с лица города. Сегодня Владислава дома не оказалось. Он был на работе. Поэтому события того злополучного дня нам рассказал его сосед Юрий. Подъехал сначала в скорую помощь, потом милиция подъехала, МЧС и пожарная машина. Тогда я вышел, слез с окна, вышел. Спрашиваю, о чем дело-то. Вот мину нашел. Хозяин спрашивает, мину нашел. Метерную достал из земли и положил ее туда. А я вот здесь рамки стою. Трех метров все от меня. И никто ничего не предупредил, все молчком, тихо, все. Она вот трех метров от забора была. Это не страшно. Я потом узнал, я все. Приехавшие сотрудники полиции ограничили доступ к месту обнаружения опасного предмета. На месте происшествия группа инженерно-технического отделения ОМОНа, отдела Росгвардии Паризанской области, идентифицировала в обнаруженном предмете немецкую 50-мм мину 1940 года выпуска. Саперы ОМОН и Росгвардии транспортировали опасный предмет в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом. Юрий рассказал, что на этой территории они играли еще детьми. Только благодаря счастливому случаю никто из них не натолкнулся на мину в те времена. Он также рассказал, что раньше на территории поселка были военные склады. Да и сам район, по его словам, во время Великой Отечественной войны бомбили неоднократно. Поэтому сколько таких подземных сокровищ хранит земля, неизвестно.